На сцене стоят диваны. Видимо, главная картинка моего ролика «Как правильно избрать служителя церкви», на которой изображен МакАртур с другими пасторами, отвечающие на вопросы в мягких креслах, записался в подсознание Филиппу Ефремову, и он, сам того не сознавая, решил повторить подобный формат. Что ж, время вопросов и ответов – это то, что нам очень нравится делать со всеми нашими приглашенными докладчиками. И это неформальное время для дискуссий и обсуждений. И дальше у нас будет с вами такой разговор, открытый, ну можно как угодно его назвать, разговор без галстуков или серьезный разговор. И это юбилей братства, который себя считает самым консервативным, на котором возник вопрос даже у ведущего. «Это ли наш путь? В этом ли вообще сила? В этом ли вот… Это ли наш путь?» Хочешь, не хочешь, но диваны на сцене пришлось защищать даже Геннадию Ефремову. «Ну, например, вот у нас здесь проходит вот такая конференция, и кому-то что-то не нравится. Конечно, скорее всего, это все появится скоро в интернете. И будут говорить в мой адрес. Я знаю, что уже критика посыпется в мой адрес». «Кстати, я двумя руками за диваны, честно и искренне, я считаю, что это вполне разумно и красиво выглядит. Но есть критики, которые посерьезнее, чем я». «Считаю недопустимым в братстве, что у нас еще есть, это критика того или другого пастера или объединения, причем открытая критика». «Проблема в том, что есть Средняя Азия». «У нас Средняя Азия есть, и там уклад жизни не так, как в нашей европейской части или, скажем, Прибалтика. Там вообще люди уже по-европейски живут. Там не будут жить по-среднеазиатски. Должно быть взаимное исключение критики или осуждения друг друга. У нас могут быть какие-то отличия. И я считаю, что это неплохо. У нас могут быть и есть разномыслия. Считаю, что это хорошо». «Служители Средней Азии сами создать ничего интересного не могут, а передовой Питер критикуют». «Если мы, люди, ответственные за объединение, будем более инициативными, потому что есть иногда практика у нас, людей ответственных даже, или пресвитеров, вот что сверху скажут, то и будем делать. Пока команды нет, вот так мы потихонечку и живем». Считаю, что это большое препятствие для развития дела Божия. Пассивность. Пассивность. И ждать только указаний, или что разрешат, и тому подобное. И пастор весьма несамостоятельная личность. Это очень плохо». И на этой конференции, посвященной 60-летию братства, вдруг вскрылось, что служители-то бюрократы, которые зациклены на запретах. У них нет инициативы, и они ждут только директивы с вертикали власти. И после этого мне захотелось воскликнуть «Автономия! Вам нужна автономия поместных церквей». Но меня опередила и ввергла в шок трепетная и взволнованная реплика Павла Меркулова. «Можно ли здесь сказать, что в данном случае отсутствует или плохо работает принцип автономии церкви?» «Думаю, что где-то есть большие пробуксовки». А давайте вернемся в 30-летний юбилей братства. В 91-м году на совещании Совета Церквей Михаил Иванович Хорев поднял вопрос. «Хочу сказать, что сейчас модно стало особенно семь принципов баптизма разбирать. Больше всего нравится принцип независимости церкви, что церковь никому не подотчетна. Метод централизованности очень себя оправдал. Многие страны удивлены. И после этого Хорев продолжает говорить о том, что автономность недопустима. И здесь сбивчиво, трепетно, изволнованно начал речь брат 42-х лет Евгений Радославов. Я начинаю открывать семь принципов баптизма. Я вам скажу, я делаю это украдкой. Они у меня лежат в дипломатии. Я их боюсь сюда положить, потому что сейчас автономия. Потому что в Одессе завелись свободолюбивые. Я передаю эти переживания брату, служителю Совета Церквей. Он приносит это на коллегию и сразу же начинается свобода мыслей и так далее. Кто хочет послушать целиком речь Евгения Радославова, прослушайте мой ролик Радославов, власть и иерархов. Ссылка будет в описании. Закончил свою речь Радославов следующими словами. Где-то мы, служители, потеряли этот принцип. Вскоре Радославова выдворили из братства. А через 30 лет его последняя реплика эхом раздалась на юбилее 60-летия братства. Думаю, что где-то есть большие пробуксовки. Жаль, что это прозрение по поводу построения братства произошло на основании желания вынести диваны на сцену. В братстве произошло два разделения на основе того, что в братстве выстраивалась жесткая вертикаль власти, епископальная система, без автономии поместных церквей. Огромное количество служителей, простых братьев, сестер, тружеников этого братства и основателей этого братства было выдворено, имена были вычеркнуты из братства как недостойные. И вот кому-то захотелось принести диваны на сцену, и вдруг понадобилась автономность церкви. Хотя вы знаете, совершенно недавно кто-то в Википедии в статье про МСЦ и ХБ поменял систему управления в МСЦ и ХБ. Там всегда была написана конгрегационалистическая система, а сейчас там написано епископальная. Ну, по факту-то епископальная система. Это у нас только по вероучению в МСЦ и ХБ каждая церковь автономна. А на практике епископальная система. И вот когда уже в Википедии исправили, тут оказывается вспомнили, что все-таки у нас каждая поместная церковь автономна. Да что говорить, совершенно недавно служители Совета Церквей вторглись в Белгородскую Церковь, которая не пришла на членское собрание. И там самовольно отлучили инициативного служителя. Не бюрократа, а именно человека, который проявляет инициативу, не ожидая указки сверху. Этого служителя Дмитрия Петровича Сукача отлучили. Моя жизнь с самого рождения, она связана с братством Совета Церквей. И я не мыслил жизни без братства. Однако, замечал определенные недостатки в братстве, которые мне хотелось, чтобы они могли быть со временем как бы устранены. Но первое, на что обращу внимание, это что межбратское служение, оно доминировало над служением в поместной церкви. Потом, мне видится так, что было недостаточное внимание, уделяемо библейскому богословию. И еще, очень сложно, или даже почти полное неприятие, было нововведений, которые бы соответствовали реалиям сегодняшнего времени. Ну, таким как видеосъемка, образование малых групп, вот, или изменение методики проведения богослужебных собраний. Это очень сложно было сделать в братстве. А потом, обвинили церковь в том, что она не пришла, не поддержала решение Совета Церквей. Сам факт, что церковь так отреагировала, и вот теперь за это зацепились легитимные решения, когда просто люди проигнорировали, не захотели, нам даже в глаза были брать, если вы можете своей властью наказать, накажите нас, не впутывайте сюда. Говорят, но это церковь должна сделать. Это ваша обязанность наказать, это ее действие. Мы не хотим, мы не хотим в это пачкать. Вот устранилась церковь от этого, а теперь братство и братья руководящие обвиняют, что мы вот такое натворили, наделали. Но вот наступило новое время. В кармане у молодого служителя Филиппа Ефремова оказался мобильный телефон с подключением к интернету. И там, в Ютубе, он посмотрел на конференцию Маккарта. Вы готовы? Так, готовы? Я извиняюсь. Ему очень понравились мягкие диваны, он принес их на сцену и вспомнил об автономии поместных церквей. Об автономии поместных церквей не вспоминали на протяжении 60 лет в братстве. Буквально до последнего дня, что ярко себя проявило в инциденте с Дмитрием Петровичем Сукачем. Уже довольно до времени отсидели мы на не совсем удобных стульчиках. Не получится у всех сесть здесь и мы поэтому сделали небольшой список. Эти очень серьезные люди, они меня приводят в смущение. Я вас смотрел по Ютуб много лет, но сейчас я могу сидеть перед вами. И все идет по тому пути, как я и предсказывал, о том, что идет век глобализации и транспарентности, то есть всеобщей прозрачности. И эта тенденция никуда не уйдет. Мы все едем в этом поезде и никто с него не может сойти. То, что происходит в других союзах, будет происходить в МСЦ и ХБ. Но я хочу сказать важную вещь предостережения. Дело в том, что в церкви МакАртура диван это результат богословского мышления. А в МСЦ и ХБ диван это источник или причина богословского мышления. Если сомневаетесь, посмотрите на его на носки. Спасибо. Спасибо. МакАртур создает в своей церкви атмосферу простоты, искренности, доступности. И именно по этой причине он принес диваны на сцену. В МСЦ и ХБ захотел уже принести сначала диваны на сцену. И только после этого, отбиваясь от всех остальных, они вспомнили об автономности поместных церквей. как я уже говорил, на поезде глобализации едут все. Вопрос лишь только в том, на чьих правах вы там находитесь. Вы диктуете условия или вам диктуют эти условия? «И ты пообещал, что тьма не покроет свет, свет будет пробиваться сквозь тьму. И мы просим, Господи, чтобы истина Твоя светила через нас, чтобы мы не были с лампой, поставленной под столом, под сосудом, но чтобы мы просвещали темноту этого мира, чтобы она действительно принесла славу Тебе в жизнях многих людей, которые пойманы в это ложное движение. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты сделал это, чтобы имя Твое распространялось и Твоя слава действительно была представлена людям. Мы просим Тебя, Отец, во имя главы Церкви, Господа Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok